ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Мировая война, и конторский сюртук он сменил на солдатскую шинель. Однако смышленый молодой человек пригодился армии в качестве офицера. Войну он оканчивал во главе батальона. Причем отличился в Брусиловском прорыве, где проявил смелость, распорядительность и хорошие волевые качества. Толбухин активный участник гражданской. Он прошел через Советско-Польскую войну. Наконец, через массовые чистки в армии. Многие биографы отмечают, что ключевой для его карьеры стала первая беседа со Сталиным. Генсек прямо спросил военного. Вы в прошлом царский офицер. Рассказывают, что жена у вас, графиня. Сейчас вы красный командир, орденоносец. За что и за кого вы воевали? Тот, не думая, ответил, за Россию. И вот, наконец, Великое Отечественное. Толбухина перевели на один из самых гиблых фронтов, крымские. Потом во главе 57-й армии он остановил прорыв немцев к Сталинграду. Участвовал в разгроме Паулюса. Возглавил Южный фронт. Первая фронтовая операция на Донбассе окончилась неудачно. Но спустя месяц Толбухин взял реванш. И у кого? Самого Манштейна, главного стратега Гитлера. И он полностью освободил Донбасс. Про Толбухина говорили. Он обладал исключительной работоспособностью. В периоды напряженных операций по 3-5 суток не отрывался от карты и телефонов, лишая себя даже короткого отдыха. И личного для него не существовало. После Донбасса Толбухин уже поражений не знал. За месяц освободил Крым. Возглавил Третий Украинский фронт. Воевали его части и 9 мая 1945 года. И далее в Австрии, когда уже почти во всей Европе был мир. В этот день 16 июня 1708 года шведская армия Карла XII начала полномасштабное вторжение в пределы России. Закончилось оно через год битвой под Полтавой. 16 июня 1842 года в Санкт-Петербурге указом императора Николая I создано депо образцовых мер и весов. Это была уже далеко не первая попытка к приведению в порядок общероссийской системы меры весов. Даже уже в 16 веке немец и опричник Генрих Штаден писал про Ивана Грозного. Нынешний великий князь достиг того, что по всей русской, по всей его державе одна вера, один вес, одна мера. В 17 веке заорленные весы, то есть заверенные царским гербом, были обязательными к употреблению. А указом о сборе стрелецкого хлеба от 1679 года применение неорленных приборов запрещалось под страхом смерти. При императоре Николая I из Британии приплыл специально сделанный из платины эталон сажени, названный главной государственной образцовой саженью. Было принято положение о мерах и весах. Наконец появилось депо образцовых мер и весов. Все эталоны длинные веса хранили там. Само же депо разместили в главной крепости страны Петропавловской в Петербурге. Несколько десятилетий спустя это депо преобразовали в главную палату меры весов, а возглавил ее великий химик Менделеев. 16 июня 1904 года в здании финляндского сената сыном бывшего сенатора Эйгином Шауманом был убит русский генерал-губернатор Финляндии Николай Бобриков. Это была реакция на политику русификации Великого княжества. 16 июня 1909 года в Санкт-Петербурге состоялась закладка четырех линкоров типа Севастополь. 16 июня 1923 года святейший патриарх Тихон подал заявление в Верховный суд РСФСР. Много месяцев святейший патриарх Тихон был в заключении, главный религиозный диссидент 20-х годов. Причем часть этого времени он был в полной изоляции, чем большевики и воспользовались. Патриарха начали пугать тем, что пока он в тюрьме, в церкви берут верх обновленцы, партия сотрудничества с атеистической властью. После тяжких раздумий патриарх написал заявление в Верховный суд, в котором частично раскаивался за анафемствование власти и, наконец, воззвание против декрета об изъятии церковных ценностей. Спустя несколько дней было принято постановление об освобождении главы церкви. А еще чуть позже святейший признался, «Если бы я знал, находясь в изоляции, что обновленцы сделали так мало успехов, я вообще остался бы в заключении». Между тем, в православной среде по поводу его заявления в суд мнение было устойчиво. Это патриарх написал не для нас, а для большевиков. 16 июня 1963 года стартовал корабль «Восток-6». На его борту была первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Таким был этот день 16 июня. Редактор субтитров А.Семкин